Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это первый в новом году выпуск новостей Ленинского городского округа. И вот, что мы покажем вам сегодня. Первое оперативное совещание в 2021 году. Достаточно спокойно прошли эти праздники, каждая работа. Статистика происшествий за период праздников. 16 пожаров, точнее даже не пожаров, а выездов пожарной службы на возгорание. Большая часть это были возгорания мусора. В девятый раз состоялись заезды семейного ралли «Батя». В восторге! Это очень здорово! Для всей семьи, для сплочения. В районном центре культуры и досуга состоялось первое в новом году оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. В нем приняли участие заместители главы, руководители территориальных отделов, начальники предприятий, организаций и служб муниципалитета. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. Оперативное совещание администрации муниципалитета началось с награждения. По случаю 30-летия со дня образования МЧС России, заместителю начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегу Савченко вручили поздравления от губернатора Московской области. После торжественной части была заслушана информация из единой диспетчерской службы. Как доложил директор учреждения Вячеслав Прохоров, за праздничные дни поступило 895 обращений граждан. Из значимого было одно кратковременное отключение электроснабжения в Суханово, менее часа. И с 7 числа в реке Бица, в районе Вырубово, произошел мор рыбы. Установленный источник загрязнения находится на территории города Москвы, ТЭЦ-26. Взяты от пробы воды, проводится проверка. Особое внимание было уделено безопасности на железнодорожной станции Расторгуева. Вместе с УВД, с линейным отделом нужно наваливаться на эту ситуацию с погибшими на железной дороге. У нас провальный прошлый год, вы прекрасно понимаете. Хотя вроде там все подходы, выходы вы перекрывали, строили что-то. Давайте совещание сразу соберем. О деятельности полиции в дни новогодних каникул рассказал начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин. В задержании двух лиц, которые у нас на территории здесь пытались и сбыть, и хранить наркотические средства, 19 свертков мефедрона изъято. Главный врач Видновской районной клинической больницы в своем выступлении отметил, что с начала января зарегистрировано 982 новых случая заражения COVID-19. В среднем, если за неделю смотреть, то динамика такая же, как и в предыдущей неделе, это в районе 60 лишних человек. Выздоровевших немного, но есть 208. Амбулаторно лечится у нас 3060 пациентов от COVID-19. Из них 169 – это пневмонии. Контактных у нас стало меньше, это около 2000. Бутай Бутаев рассказал, что в муниципалитете продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент первым компонентом уже привиты 346 человек и 145 вторым. Запись на прививку граждан из основных групп риска возможна через единый колл-центр ВРКБ. Следующий вопрос оперативного совещания был посвящен работе коммунальных служб. Погода нам не дает отдыхать, не расслабляться. В зависимости от погодных условий было выведено в эти праздники от 70 до 100 единиц техники и людей от 160 до 200. Отчитались о проделанной работе руководители управляющих компаний и начальники территориальных отделов муниципалитета. Достаточно спокойно прошли эти праздники, каждый работал, но там, где возникала какая-то напряженность, все были на связи, она купировалась или ликвидировалась. Тактически, наверное, локально нужно приготовиться к морозам, потому что до минус 20 обещают. И с точки зрения коммунальных служб, дорожных служб, с точки зрения противопожарной безопасности, как было сказано, каждый должен отработать в своей части. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Кому 11 дней каникул, а кому трудовые будни. Все выходные на страже безопасности жителей Ленинского городского округа стояли медработники, сотрудники полиции и МЧС. Наш корреспондент посетила офис единой дежурной диспетчерской службы, куда стекались все вызовы, чтобы узнать статистику происшествий в период праздников. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Видновчанин Владимир Наточий, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, последние 10 лет трудится в единой дежурной диспетчерской службе Ленинского городского округа. Здесь он с основания повидал немало, поэтому и сравнить есть с чем. Говорит, обычно в новогодние каникулы статистика звонков резко увеличивается, но этот год приятно удивил. Эти праздничные дни, новогодние все, прошли у нас в штатном режиме. Несмотря на большое количество наплывов звонков, с поставленными задачами, как говорится, наша служба справляется. Все сотрудники имеют большой опыт, ну, в общем-то, без особых происшествий. Оператор 112 Ленинский городской округа Рыск, мы слушаем вас. Что у вас случилось? Ежедневно операторы службы 112 обрабатывают порядка тысячи заявок. В рейтинге звонков по-прежнему лидируют вызовы скорой помощи. Связано это с нестабильной обстановкой по коронавирусу. В праздничные дни не обошлось без происшествий. Два убийства на почве алкогольного опьянения, один несчастный случай на железной дороге, не остались без работы и пожарные. 16 пожаров, точнее даже не пожаров, а выездов пожарной службы на возгорание. Большая часть это были возгорания мусора, ну, по разным причинам, и петарды, и так далее. Сгорело несколько бань, и вот сегодня ночью сгорел частный дом. Ну, к счастью, так сказать, всех спасли, никто не пострадал ни при одном пожаре. Тема пожаров остаётся актуальной и после новогодних каникул. Теперь это связано с резким похолоданием и использованием нагревательных приборов. Используют только исправные приборы электронагревания, если это электрический нагрев. Если это печное отопление, естественно, следить за самой печкой, не оставлять её без присмотра. Вот, если это, не дай бог, некоторые отапливают и газовыми горелками, бывает, в совсем старых домах. Ну, это, наверное, в принципе делать не стоит. Здесь только исправность отопительного оборудования и внимание собственное. Дозвониться в ЕДДС можно с любого телефонного устройства по простому номеру 112. По регламенту оператор должен ответить в течение 30 секунд и, по словам заявителя, заполнить электронную анкету. Данные моментально передаются в соответствующую службу – скорая помощь, полиция и МЧС. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская. Видно этого. С самого начала пандемии коронавируса депутатами разных уровней, а также общественниками и волонтёрами, медицинским работникам оказывается поддержка. С новогодними подарками в Видновскую районную клиническую больницу приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Депутат Московской областной думы Владимир Жук и волонтёры молодой гвардии в первые дни Нового года посетили Видновскую районную клиническую больницу. С собой они привезли подарки для врачей, находящихся на боевом посту, независимо от выходных и праздников. С наступившим Новым годом, с Рождеством пожелать всем здоровья, благополучия, успехов родным и близким. Мы видим, что ситуация в целом в стране, конечно, она ещё далека от совершенства, но динамику мы видим. По словам депутата, улучшить ситуацию с коронавирусом поможет массовая вакцинация. Уже сейчас некоторые пациенты в РКБ проходят второй этап этой процедуры. Надо ещё и подчеркнуть профессионализм, который растёт по лечению этого заболевания на всех уровнях. Это и в условиях стационара, и в амбулаторных условиях. То есть, по сути говоря, мы сейчас уже знаем, в каких случаях, как себя проявлять и как лечить. Медицинские работники продолжают трудиться в условиях повышенной нагрузки. Редкие минуты отдыха для них сейчас особенно важны. Привезли продукты, продукты для чая. Чайные наборы, печенье, конфеты, чай, кофе. Ну, в общем, то, что люди пользуются, персонал в перерывах между работой. Врачи и медсёстры остались очень благодарны подаркам и оказанному им вниманию. Всего нашего коллектива, нашей больницы хотим поблагодарить за то, что не забывают про медицинский персонал, уделяют внимание. Всем огромное большое спасибо и низкий поклон. Поддержка со стороны депутата будет продолжена и в будущем. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 7 января Русская Православная Церковь отметила Рождество Христова. В храмах муниципалитета прошли традиционные ночные божественные литургии. Наша съёмочная группа побывала на месте событий в храме святителя Николая села Ермолина. Рождество – один из главных праздников христианства. На ночную божественную литургию в храме святителя Николая села Ермолина собралось немало людей. И собрав вся первосвященники, книжники людские, вопрошашь от них, где Христос рождается. Рождественские мероприятия состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Однако прихожане внимательно отнеслись к соблюдению санитарных норм. Пропустить ночную службу не могли, ведь встретить Рождество Христово в храме – уже традиция. Бабушка была набожная, мы всегда ходили в церковь. И для нас это праздник был Рождество, Пасху, мы всегда все вместе отмечали, встречали. И в церковь всегда ходили, на ночную, на утреннюю службу. В семейных традициях нет, я пащусь, и поэтому это для меня двойнее праздник – Рождество Христово и окончание поста. Да, наверное, прежде всего пытаемся донести это для детей, хотя даже для тех уже взрослых, что это праздник все-таки семейный, добрый, добрые традиции должны соблюдаться. Что семья, наверное, после Бога – это самое главное. В семье Акуловых к Рождеству относятся по-особенному. Помимо посещения храма в праздник, они соблюдают и свои традиции. Перед церковью надо обязательно помыться, потому что все грифи снимают, и надо идти в церковь. Ну, традиция такая старинная. По старинке всегда считалось, что Рождество Христово – он как бы даже серьезнее праздник, чем Новый год, Дни рождения. Ну и как бы у нас традиция, мы всегда на Рождество, на Пасху ходим в церковь с семьей. А сразу после праздника Рождества Христово у православных россиян начались святки. Особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Семья – это дружный экипаж. Под таким девизом уже много лет проходит ралли «Батя», собирающая автолюбителей со всей Москвы и Подмосковья. В этом году мероприятие состоялось уже в девятый раз. На финише в селе Остров участников встретила наша съемочная группа. С прибытием, прибытием, молодцы. Все, приезжали, браво, 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 молодцы. 55 экипажей 4 января приняли участие в семейном ралли «Батя», которое проводится уже девять лет подряд на территории Москвы и Московской области. Команды стартовали на Поклонной горе в столице. Им необходимо было не только преодолеть маршрут за определенное время, но и выполнить довольно сложное интеллектуальное задание. Есть отдельное специальное задание. Пять объектов выбираются в пути, которые нужно правильно определить. И по каждому объекту задаются три вопроса. И в это время, пока пилоты штурман управляют автомобилем, обычно пассажиры скучают. А им как раз не приходится скучать. Они должны выяснить, что это за объект, когда он был построен. Финишировали экипажи в селе Остров Ленинского городского округа. Машины начали прибывать уже с двух часов дня. Все участники довольны. Да, есть заблудившиеся. Немножко это нормально в нашем деле. В остальном мы всегда пытаемся создать максимально простые маршруты, потому что участвуют дети, чтобы как можно меньше времени было это занимало, чтобы быстрее добрались все до финиша. Евгения Семенова со своей семьей участвовала в ралли впервые. Проходить маршрут ей помогали крестница Лера и сын Андрей. В восторге. Это очень здорово для всей семьи, для сплочения. Я благодарна искренне своей команде. На самом деле они очень мне сильно помогли. Я вообще не смотрела в дорожную карту. Они все полностью подсказывали, куда направо, налево. И мы ни разу не сбились с маршрута. Сложно. Очень много концентрации требовалось для того, чтобы преодолеть этот маршрут. Много сложных поворотов. И от всех членов экипажей требовалась внимательность и выдержка. Уже второй год в ралли «Батя» участвует актер, заслуженный артист России Владимир Капустин. Говорит, каждый год организаторы приятно удивляют. Сыну многие места показались новыми, потому что там никогда не было. Мы говорим, что какая Москва. Пока мы ехали, он смотрел в интернете, изучал, что означает этот памятник или здание. Интересно. Пока судьи подводили итоги ралли, участники могли пообщаться, перекусить, а также насладиться представлением. Весь финиш организуются самими участниками. То, что сегодня было, был мастер-класс по метанию серикенов, звездочек японских. Потом бланкировка шашкой, концерт с балалайками, народными инструментами. Это все организовано силами участников. Традиционно ни один участник ралли не ушел в этот день без подарка. Самые достойные команды получили кубки победителей. Также в отдельной номинации были отмечены лучшие юные штурманы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова